последние дни теплой осени пригласили нас на дачу и как вы понимаете совсем не отдыхать хотя уже можно сказать дрова запаленные мясо готовится но тем не менее мы здесь не для этого сейчас покажу начнем сразу со святая святых то для чего мы сюда приехали и вот она стоит рукодельное чудо которая которая но очень заслуживает внимание из того что я вижу здесь все самодельное ну за исключением каких-то инструментов а так все что сделано и все стенды даже вот если взять вот этот буржуйку она тоже может я конечно ошибаюсь на немаловероятно это не типичная самодельная буржуйка да не типичное решение все вот эти вещи даже звук все полочки крыша все абсолютно все даже вот эти вот канистры которые ну как всегда стаканчики ух ты ее с металлический очень классно все на своих местах нигде ничего не валяется сварочный аппарат этот баллон я думаю него израсходуется очень очень быстро пусть парень талантлив шикарно просто шикарно запустился с холодной не знаю многие легковые автомобили очень сильно этому позавидуют ну и что амортизатор у него труба тут еще очень даже классно я переключился мощно мощно очень и очень зачетно я бы сказал даже очень необычно когда мы уже доехали на эту локацию теперь пора уже познакомиться я конечно думал это будет немножко иначе я думал так слегка приедем но как бы там ни было парни вот этого человека зовут олег и вот он способен подарить я не знаю вот такое вот количество адреналина для того чтобы просто доехать сюда и уже все чё сценария не было написано но было какое-то понимание в принципе чего говорить но сейчас я уже немножко так слегка рад терялся ну ладно суть не в этом как все таки пришла идея создать вот такую штуку все началось в далеком четырнадцатом году то есть было приобретено баги потому что мы не захотели мы подумали с товарищем о том что это будет сложно это было первое баги потом мы поняли что нам его не хватает поскольку он был собран на агрегат сейчас секундочку вот это первый баги ли это уже следующий второй а это второй первый был неудачный 1 был не мы его делали мы купили раму двигатель он был скомпонован на базе 2109 за за вской коробке вся на запорожце то есть передняя торсионная подвеска но ужас просто ужас не выдерживали шрусы постоянно постоянно что-то отрывалось постоянно ломали рычаги задние потому что когда она идет боком ты понимаешь что колесо в одну сторону ты в другую и и все и мрак мы намучились намучились мы наверное ну порядка месяцев 6 7 где-то до года и потом было принято решение ее продать и вложить эти деньги вырученные за нее правильно ли я понял полгода вот этих мучений построение перри оборудование оборудование капитального ремонта двигателя своими руками то есть переборки коробки заварки дифференциала усиление рычагов переборка торсиона ну покраска и тогда и т.п. но этому уже свет мы уже во внимание не берем ну да здесь до покраски далеко то есть вот это вот уже второе детище учитывая кучу методов пробы и ошибок до учит построен злой монстр я шокирован честно говоря потому что он моноприводный он не полноприводные но это сволочь так гребет что ну вот горка отвесная мы на нее заехали я тем более там деревья по дороге на такие маленькие кущи бурьяны и трава она еще мокрая те кто ездил по мокрой траве меня в принципе пойму было обсухая тут понятно что можно было бы и может даже на жигуле вырваться но с учетом того что мокрая трава нифига здесь конечно спасла еще грязевая резина но не суть очень неожиданно что вот это вот штука на моноприводе загребалась тут конечно не видно насколько такой тяжелый этот подъем ну действительно где-то градусов 45 но а вот эта штука туда загребалась и очень-очень легко я впечатлен я бы сам наверно ну не знаю может быть и попробовал заехать но я бы не поверил что это туда загребется ладно на чем построен этот автомобиль какая у него база я вижу рама у него самодельная и у него самодельные агрегаты были взяты мы пригнали донора где-то это наверно пятнадцатый шестнадцатый год мы пригнали донора audi 80 93 года b4 кузов все классно хороший автомобиль ходовки не было нам необходимо была коробка нам необходимо было электрика мозги и т.д. и т.п. да то есть все что можно перенести на другой каркас ну да то есть некоторые элементы подвески были позаимствованы но ввиду переделки этой подвески уже там раза три мы ее переделывали это уже было сложно и поэтому уже было такого принято решение о том что оставляем сердце audi оставляем привода audi и дальше собственно идем уже хендмейт сколько по времени он готовился ввиду разных ситуаций поскольку семья занимает время до работа отнимает время но нельзя просто им одним заниматься то есть грубо говоря 4 года и из них два года он простоял это точно к нему никто не подходил двигатель не заводился четыре года мы его с первого оборота стартера завели для нас это был шок объективным немцы все-таки делают вещи то есть был такой некий упадок что два года вот он за ел беспризорный и остался своего часа в пыли то есть все как должно быть окей на чем построен этот автомобиль то есть я вижу что это audi я предполагаю что это 18 мотор а может двухлитровый скорее всего не знаю они практически одинаковые двухлитровый 18 это двухлитровый а быка двигатель вот audi 80 с гидроусилителем то есть ничего не выбрасывали потому что было понимание того что гидроусилитель хотелось это приятная такая плюшка это дополнительная опция и в грязи она помогает то есть амортизаторы от газ 53 немножко токарки немножко сварки то есть мы имеем регулируемый амортизатор по жесткости по высоте по по всем моментам рычаги задние самодельные мы с товарищем потратили наверное ну двое суток где-то проведя в гараже зимой чтобы их просто скомпоновать чтобы высчитать градус чтобы построить это правильно чтобы это работало их не ломало потому что если мы бы брали стандартные рычаги как-то бы исхитрились да то ну сам металл здесь труба бесшовная 3 миллиметра толщиной на обычных штампованных рычагах мы бы далеко не уехали и бы точно также рвала и бы точно также скручивала далеко не каждый человек понимает технически из чего строить откуда такие знания откуда к такой опыт где где раньше работал я скромный банковский сотрудник в прошлом до всю жизнь работал в коммерческих организациях то есть это хобби это хобби это тяга к железу и к тому чтобы сделать что-то своими руками мало одного желания необходимо изучать необходимо понимать необходимо понимать кинематику да то есть сейчас данный момент в эру диджитализации да то есть это это несложно найти калькуляторы найти формулы по которым все высчитывается по которым он немного не соглашусь то есть до информации сейчас очень большой избыток но тем не менее это все надо сделать и надо чтобы она не рассыпалась помимо этого надо чтобы руки были не под хрен заточены и не обе левые не жопы росли здесь все сделано настолько что ну тяга к железу она уже задолго до этого баги появилась потому как даже вот как вот эти вот швы сделано даже то как при вареной арки то вот как она все обработано даже вот эти болты которые на фиг не нужны они все стоят анодированы ни одного ржавого болта и это не совсем то что вот есть доступная информация в интернете ну я как бы технически образованный человек и ну не влезет мне такое откуда это тяга к знаниям это это с детства то есть у нас же детство было какое да по сути мало у кого были компьютера у кого-то их вообще не было собственно ну и что делать вся большая техника везде необходимо что-то понимать везде необходимо это интересно было потому что ну мало было там сходить вечером на дискотеку и все остальное необходимо же было еще заполнять чем-то это свободное время то есть но вот так вот и восполняли тяга к железу это было абсолютно доступно были люди есть люди которые готовы рассказать поделиться своими знаниями почему же их не использовать и не не воплотить их жизнь то я хотел просто обратить внимание что среди мелочей даже колеса отбалансированные для того чтобы не было биение хотя сколько и вот какая у него максимальная скорость была которую разгонял разгонял 80 а дальше просто страх вот это 80 по полю я покажу да я уже хочу поехали к то ладно чуть попозже потому как я уже аж сердечко забилось вот это вот я ехал если честно говоря 40 на вот этом и я уже у меня ладошки потели и здесь чувствуется намного сильнее нежели нежели ехать просто на автомобиле просто на автомобиле сейчас сколько? ведометр не работает здесь? работает ну он до 20 он вышел 21 вот это сейчас 20? да вот сейчас у 25 у меня такое впечатление как будто мы уже в полто свалим а когда на ней едешь 80 по полю это у меня просто какая-то сверхъестественная скорость а я обратил внимание еще когда этот чудо монстр стоял в гараже я вижу там стоит катализатор почему я я пол жизни продавал глушителя и стекла поэтому я понимаю что это чистый катализатор или он все-таки выбитый? нет это чистый катализатор который был снят с машины и была собрана вся заводская установка то есть вся компоновка идет заводская то есть начиная двигатель единственное что выбросили это экологический датчик от бака к вакууму все то есть вся электроника? вся абсолютно все идет по штатной проводке вся штатная проводка с машины была расчесана была выброшена остаток было все переделано и скомпонована уже под этот кузов под эту раму глушитель я вижу он вскрывался там дополнительно набита какая-то базальтовая вата хотя нет базальт не используют он накаляется стекло оставляется и какая-то минеральная вата там ну что там? нет ничего нет абсолютно ничего из того что было перечислено по одной простой причине когда был скрыт родной глушитель а это родной глушитель от ауди я обнаружил там по сути ну обычное строение без ваты без ничего и я понимаю о том что мне он необходим в габарите правильном я его доработал и все то есть я его укоротил где-то наверное сантиметров на 15 и мы получили тот звук который есть сейчас задача при даже постройке выхлопной системы была простая чтобы он был малошумный чтобы соседи и окружающие люди не испытывали дискомфорта когда ты едешь либо на рыбалку либо на охоту либо просто катаешься то есть чтобы это не доставляло никакой негативных эмоций смотри что я увидел это фаркоп это штука что еще и прицепы тягает? да то есть реально поехать на рыбалку загрузить туда удочки и всякое остальное абсолютно нет никакой проблемы мало того что она дарит эмоции она же должна еще иметь какую-то полезную нагрузку за собой правильно одних эмоций это хорошо но есть еще дача да на которой там есть хозяйственные потребности которые необходимо окей но на этом же нельзя передвигаться по дорогам общего пользования потому что она же не имеет государственного номерного знака или дача где-то здесь в рамках поселка только в рамках поселка я стараюсь не выезжать на дороге общего пользования потому что это противоречит законодательству Украины то есть ну а когда надо то просто подъезжаешь проездными тропами по полям нет дорогами общего пользования хочу обратить внимание что он в принципе нигде не течет с него масло то есть такого как потеков нет но единственное что он я видел что там на бачке гидроусилителя так в общем и целом ну сделано все как бы с любовью что ли правильное слово от хочется за что-то зацепиться но пока пока наверное кроме того что для меня тяжело включается кулиса с первого раза я не расчехлился и был эффект того что брошенного сцепления как говорят в автошколе выходный сдал хочу сказать что вот эта вот приборка я честно говоря думал здесь стоит от фонаря ну нет она работает и работают здесь абсолютно датчики работает температура работает топливо даже спидометр тахометр вот эти вот все штуки все здесь задействовано здесь нет чего-то такого чтобы не не мешать да здесь даже повороты работают и когда включается задний ход загораются фонари есть вот этот цвет ближний дальний все вот сидение судя по всему от какого-то mercedes кожаные в таком баги подогревом с подогревом сиденья с подогревом сзади особо не видно на то как много здесь всяких сварочных швов всяких труб и всего остального вот впереди где практически нет ничего кроме сигналов бачок гидроусилителя рулевая рейка и вакуумный насос это все основные технические моменты которые здесь есть ну конечно можно еще и антизаторы балка потому что планировалось собственно закладывалась рама с таким расчетом о том что мы берем переднюю всю переднюю подвеску от не в итоге и в последующем это рама может быть переформатива на под полный привод оставились шусы вырезались поточили просто заглушки то есть и вот таким вот то есть по факту она в будущем еще и будет полноприводная имеет право на полный привод не знаю будет ли но может точно меняются силовые агрегаты проводятся привод и все меняются внутренние гранаты ну спереди мне все понятно по кардану понятно сзади сзади а меняются силовые агрегаты понятно другой мотор другая коробка другие привода чисто технически когда заморочиться и будет такой момент в жизни когда будет счастливая от 35 до 55 вот это вот формулировка жизни многие говорят что вот молодость это то самое золотое время которое есть нифига самое классное время это вот 35 до 55 потому что беззаботная тревожная юность уже прошла а старость со своими болячками еще не наступила и вот вот этот вот момент когда уже есть определенный багаж знаний можно запросто вложить то что хочешь поэтому наверняка может быть и еще скором будущем здесь будет еще и полный привод но пока нет этого привода можно посмотреть на то сколько здесь сварочных шов швов на то сколько как она в принципе все сделано окей будет ли обшиваться этот автомобиль ну судя по тому что он не покрашен и подготовлен я думаю обшивка здесь будет до обшивка планируется и я думаю что в этом году мы этот вопрос закроем и с покраской и с обшивкой ну необходимо просто все доводить до конца да то есть плохо когда ты это все откладываешь долгий ящик то бишь в этом году я думаю что мы закончим сам каркас по обшивке это точно переднюю часть хотелось бы конечно из пластика либо из углепластика сделать каркас по самой раме и оставить просто вот эти вот дуги как дуги для крыла для меня это уже уровень потому как я в юности пытался нечто собирать но у меня это все закончилось тем что я помогал парням конструировать обратно собирать кузовы как это в девяностых было разбилась одна машина с двух собрали и как вариант это же можно сдавать людям покататься чтобы можно было и заработать на углепластик и или с чего она будет планироваться планируешь зарабатывать на этом если будет хорошее предложение конечно ну то есть все за себя должна говорить экономика если цифры они разумны они нормальные они правильно сформулированы да окне вопрос а если отдавать его просто лишь бы он ездил и это все амортизация будет это все будет агрегатная часть то есть это все будет изнашиваться смысл его тогда уже проще продать заменяемые нормальные деньги для какого-то там развлекательного комплекса для кого-то охотника допустим да там и построить что-то новое да хочется все-таки полный привод и хочется имеется такое желание кроме полного привода сделать вот что-то наподобие оффроводной котлеты если он будет продаваться то по какой цене если эта цена уже составлена или он пока не продается пока он не будет доведен до какого-то вау я не знаю как дувал но объективно если посмотреть на это то каркас необходимо в любом случае зашить можно не зашивать всю переднюю часть да как хотелось бы но каркас необходимо зашить необходимо покрасить чтобы это действительно хотя бы было близко к вал не знаю вот вот сейчас едешь на нем особенно по полю когда подсолнику хлыщат вот такое впечатление что по морде на самом деле в лобовое стекло кстати лобовое стекло это нестандартная как человек вижу который полгода ой полгода полгода назад и на последний раз продал свое последнее стекло или крайне белая церковь изготавливала дак изготавливала белая церковь было рамка откуда рамка была взята от уаза и она была укорочена и подварена уже под этот габарит который есть привезли рамку на завод люди сделали стекло запаковали и она в рамке приехала и установилась потому что как показал опять таки это из опыта как показал опыт использования предыдущего баги когда ты едешь и у тебя все летит в лицо все это абсолютно все что лежит на дороге но она мало приятного абсолютно планируется дворники то есть но туда работать его уже полностью чтобы это был прогулочный по маленький автомобиль прогулочный вот эта сволочь валит 80 километров в час по полям прогулочные да тут как бы кстати первое что ну лично для меня создает дискомфорт и такую легкую тревожность это то что нет ремня безопасности посадишься сразу хочется пристегнуться и тогда уже даже пусть тут все свободно но уже легче поэтому ну ремни это мой такое пожелание было бы классно сделать и легче бы себя здесь чувствовалось особенно когда дряпаешься вот на такую штуку и не дай бог это сволочь перевернется то ремень ну хоть как-то удержит но не в этих же сидениях опять таки ремни можно поставить но я задумался над этим вопросом я пришел к тому выводу что безопасность она тебе дает больше уверенности если она тебе дает больше уверенности ты начинаешь уже чувствовать намного свободней и пытаться и дрябаться можно еще круто и соответственно то есть это такая цепочка по которой мы постоянно идем и понимаем о том что а имеет ли смысл либо вот на чувство самосохранение лучше ездить смотря опять таки для чего ставится этот проект понимать для самих условий вообще да вот как бы был бы ремень я бы наверное сразу дал бы и коксу и и и меня бы не смущало то что она в юз идет на второй передаче по полю аж аж сердечко снова бьется многие спрашивают откуда у меня шрам на лице то ли побоище то ли еще что-то ребят 2007 году был у меня вас 2109 с двухлитровым мотором шестиступенчатая коробка блокировка и если мне не изменяет память 26 ноября седьмого года мне надо было ехать срочно в москву и снег тогда такой навалил что по украине едешь там бульдозеры катаются я понимаю что если я даже влезу ну вот бампером вслег то блокировка позволяет ехать это я к чему вспомнил историю вот у меня стоял такой руль правда мама между климовым климова и чуровичами кто-то потерял бетонный блок на дороге ну такая типа длинная свая а я ехал ночью в общем упал ком снега с какого-то трака наверное я в него ударился и меня чуть понесло но я легко вышел за носа но когда я выровнялся я перед собой увидел такой длинный бетонный блок единственное что я успел сделать это приподнять ноги и разбудить пассажира и естественно я тогда ехал не пристегнута это к чему рассказываю вот практически вот такой руль у меня тогда стоял и при ударе этот руль остался у меня в руках и вот этот вот шрам именно вот от того что я ударился об рулевую колонку но ноги меня просто зажала между педалями и правую ногу мне сломали в семи местах ну а пассажир можно сказать отделался легким испугом сломал тогда только два ребра после этого я зарёкся что все мои машины какие бы они не были хорошие или плохие не все будут с какой-то безопасностью стоить подушки безопасности должны быть и чем больше тем лучше потому как самый ценный ресурс который у нас есть это все-таки жизнь поэтому да еще пристегивайтесь потому что когда не пристегивайтесь подушки не работают датчик давления масла он работает до датчик давления масла работает он был позаимствован от трактора ввиду того что необходимо постоянно понимать давление масла сам сам датчик на приборной панели когда горит о превышении либо в занижении он тебе этого не расскажет по одной лампочке а когда ты видишь стрелочный указатель ты понимаешь что тебе делать как тебе поступать в планах еще есть поставить датчик температуры масла для того чтобы понимать сам момент нагрузки на двигатель в жаркую погоду это особенно актуально да даже с даже спорить не буду и особо добавить нечего одним из самым тяжелым элементом ну по крайней мере для меня было бы именно разводка всех электрических проводов вот этих вот силовых так чтобы подружить чтобы все она работала до плюс вот этот вот мозг он кстати стал штатно или же были какие-то проблемы абсолютно штатно стоит на своем месте то есть вот со всей электрикой совсем вся электрика разведена по штатной проводки силовые кабеля уже до добрасывали потому что посчитали что их маловато будет хотелось бы запасом ну и как и все что даже дальний работа даже свет работает и повороты а гудуки ух ты ё-моё вот здесь здесь нет ну шо погнали говорит детеныш ехать и видеть траву под этим как работает подвеска вот эта машина нужно хотя бы для того чтобы видеть да как работает подвеска потому как вообще сложно конечно ехать понимать что вот эта штука может так проехать проходим если я такая нормально я честно сам не ожидал это мы сейчас где-то будем подвеска вот здесь да да ладно вот сюда же уверен что он сюда заедет уже он сюда заедет о мое вот это вот ну конечно а 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 Нифига себе навалит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 она дарит эмоции